В 2002 году в начале я приехал в США по 90-дневной визе и остался. Когда я только вышел в 2017 году, еще не знал, сколько это будет продолжаться, я украл маленькое персиковое дерево и посадил его вместе с сыном. Это мега знаменитый сорт София Сапега, самый лучший для производства самогона на Западе. Приехал в США по 90-дневной визе и остался. Условия были подходящие, индустрия была так создана, это был Джордж Буш младший в офисе тогда. Как раз только-только началась вторая иракская кампания. И было полно работы, без документов можно было сделать права достаточно легко. В общем, бизнес был доволен тем, что есть мигранты. Бизнесу мигранты были нужны, так как сейчас в Москве, например. И я жил не тут жил до самого 2016 года, когда выбрали Дональда Трампа. Человека, который большую часть своей компании построил на то, что он избавит Америку от мигрантов. Причем не только с Мексики, что он будет строить стену, потому что он строительный подрядчик по жизни. Понятно, что он будет что-то строить, когда у него такие возможности. Но он еще и ударил по всем возможным, все, где какие были продвижения, просветы, возможность для людей получить документы, он все перекрыл. В том числе даже вот эти вот роды, люди прилетали в Майами, рожали там детей и дети получали документы. Это тоже перекрыл. Перекрыл все, что смог. Так, а я в скором времени, как он стал президентом, оказался в тюрьме, сначала в уголовной, сначала в уголовной, потом в эмиграционной. Вот, где-то я в общей сложности оттарабанил около пяти месяцев. И моя жена меня выкупила. Это все еще было... Это было в 2017 году, да, летом. Я вышел, и с тех пор у меня идет суд. С тех пор они меня пытаются депортировать. Причем довольно интенсивно пытались вначале, когда был Трамп. И мне нужно было сильно протянуть время. Я... Я вышел, и я понял, что шансы невелики. Вся система работала. Даже если вот у тебя, например, жена, да, например, при Трампе было. Жена, дети, американцы. Вот не зарабатывает жена определенную сумму в год. И получается, она не может тебя поддержать. И тебя уже за то, что ты не можешь за доктора визит заплатить, типа... Ну, не получается у жены по доходам все покрыть. Тебя могут вышвырнуть. Вот такая была система при Трампе. Вот. И нужно было тянуть время. Судья, мне повезло, судья была женщина. Она оказалась демократкой. И потихонечку, конечно, она все это дело спускала. На тормозах. Потому что глупо было. Он создал гигантскую полицейскую силу ловить нас, вылавливать просто пачками. Но он не создал машину для депортации. Ни судей не добавил, ни тюрьмы сначала не увеличил. В общем, короче, была каша. Человек он очень такой энергичный, но тупой немного. Но и бог с ним. Это его проблема. Особенно бесила его жена. Она сама эмигрантка, еле-еле говорит по-английски. И она тоже там что-то вякала. Это какая-то шалава, маланья, которую он купил там в одну из поездок. Видимо, с шеста прям снял ее. Она здесь тоже начала права качать. И посадила там какие-то розочки с белым домом. И ругала все этих мигрантов. И сначала я сделал так, что потерял свою marriage license. То есть удостоверение о браке, свидетельство о браке. И это был риск. Это был, конечно, риск. Но судья дала срочку, чтобы мы женились с женой снова официально. Хотя мы были женаты уже сколько лет. Вот. В общем, всяческими способами я тянул время. Потом произошли известные события. И Дональда Трампа вышвырнули из офиса. А потом, следующим ходом, в моем судебном процессе, после того, как удалось протянуть максимум времени с женитьбой, я уволил адвоката. То есть адвокат вам просто необходим, когда вы в тюрьме. Потому что никакой коммуникации толком нет. Там все ограничено. Это телефон. Все показывают в кино, как круто. Но для иммигрантов совсем не круто. И там по максимуму стараются урезать ваши права. Поэтому адвокат нужен для связи. Но как только вы вышли, под залог ли или еще, нужно от адвоката избавляться, конечно. Потому что, представляете, с 17-го года я бы, вот сейчас 21-й, я бы сколько бабла ему заплатил. По 500 за каждую бумажку. По 700 за каждый визит в суд. Он бы машину уже купил на мне. А так, я его уволил. Это тоже оттянуло время. И вот каждый вот такой, это называется, motion. То есть, подаешь какую-то заявку, обращение, заявление к суде. И ты оттягиваешь время на полгода. Таким образом, совершенно чудесно, мне удалось пересидеть Дональда Трампа. Вот так. Выбрали Байдена, который ставил своей, вот, мертвый сон. Выбрали Байдена, который, у него, здесь двухпартийная система в Америке, когда вам говорят в России, по России 24, что ничего не изменяется, когда меняется президент. Это неправда. Меняется очень многое. Республиканская партия представляет богатых белых людей. А демократы делают ставку на иммигрантов черных, латинос, цветных, бедных и так далее. То есть, разница огромная. Огромная. И я дождался таки Байдена. Прошло еще полгода. И когда стало похоже на то, что мое, как это сказать, прошение на воссоединение с семьей зарежет по финансовым причинам, потому что, как я вам говорю, уже Трамп требовал определенный порог заработка для человека, а не вовсе то, что у него семья. Семьи тогда разделяли те, кто приходил через границу нелегальную и просили убежище. Их тупо разделяли. Детей в одну тюрьму, жену в другую тюрьму, мужа в третью. Это была жуть. Но по мне только вот по финансово отразилось. И тогда я тупо подал на политическое убежище. Это делать практически не имеет смысла, потому что по закону подавать надо в первый год, пока находишься. А тут я пробыл почти 20 лет и вдруг решил подать на убежище. Но у меня был маленький резон, то, что я написал пару книг про Узбекистан, и мне могло грозить там преследование, возможно, при Каримове. Это трудно проверить и трудно доказать, потому что Каримов сдох. На мой взгляд, в Узбекистане не так много чего поменялось, но я не знаю. Вот. Шансов тоже не было, короче. Но это позволило протянуть еще полгода, а потом ударил коронавирусом. Байден прямо в первую неделю, буквально, когда находился, пришел в Белый дом, стал просто отменять указы Трампа один за другим. Трамп нахлопал кучу указов, чтобы обойти Конгресс и Сенат, как в советское время, указ президента, все. И особенно в области эмиграции он там нашлепал этой гадости целую кучу. Байден просто взял эту пачку и в топку, короче говоря. Вот. Но появился минус. Ускорился процесс. А у меня, ну, у меня по всем моим делам где-то я на 75% прохожу, где-то на 80%, ну, нигде на 100% я не попадаю, короче, чтобы меня не депортировали. Поэтому это всегда нервотрепка, этот поход в суд всегда как маленькая смерть. Но, знаете, на самом деле ничего лучше в моей жизни, наверное, со мной не случалось, с чем эта депортация, потому что я совершенно по-другому стал относиться к свободному времени, к творчеству, к тому, что я люблю и не люблю делать, ко времени, которое я провожу с детьми, с семьей. То есть, как у Бальзака, шаг греневая кожа, помните, у него была, она уменьшалась, уменьшалась. Я прям вижу вот по датам суда, как у меня жизнь, как в компьютерной игре, уменьшается, уменьшается, уменьшается. Я иду по росе, я в ней ноги мочу, я такой же, как все, я ебаться хочу. Кстати, для любителей ботаники, семена вот этого растения содержат алкалоид скополамин, которым можно сбить с копыт лошадь. Не то, что деятеля пусирают какого-нибудь. Когда я только вышел в семнадцатом году, еще не знал, сколько это будет продолжаться, я украл маленькое персиковое дерево и посадил его вместе с сыном. Ну, знаете, вот это все, канитель, посадить дерево, родить сына. Вот. Дерево я украл. Я все тогда воровал, потому что мне уже было пофигу, меня вот уже и так депортировали, я был практически уверен, что в любой момент и мстил Трампу как мог, а я же не конь, там, террорист, который взрывает поезд шахида. Нет, я воровал персиковые деревья. Валькирии. Ну, и тут у меня возник новый судья, короче, армянского происхождения и новая прокурорская потому что дела ускорили по тому же Байдену распоряжение. И этот, они сразу ко мне оказались очень не расположены. Оба явные республиканцы и явные сторонники Трампа. А интересный факт, в здании, где суд, да, вот эти четыре года я ходил туда каждые полгода, и с каждой стенки, с каждого утюга рожа Трампа нагло смотрела портреты. А сейчас я пошел, уже полгода, слава богу, дедушка президент, и ни одного портрета. Трампа сняли, а Байдена не повесили. Это я, для чего? Чтобы вам объяснить немного атмосферу, царящую в этом заведении. А эта полиция создана Трампом усиленная, которые должны ему памятник, конечно, были при жизни поставить столько халявы. На их здании я относил туда бумаги, не по почте отправил, решил отнести пешком прогуляться, посмотреть, если как в Портленде кто-то соберется толпа, чтобы их сжечь, где мне будет удобно спрятаться с камерой. Так у них на здании вообще вывески нет, написано Ассоциация Патронажных Медсестер, по-русски говоря. Черемша. Вон мост, и по нему ползут машины со скоростью 3-4 километра в час. Все хотят попасть в парк аттракционов, заплатить кучу денег, намучатся час, унизятся. Там еще, черт знает, надо маски, не надо. Вот. Эти люди это нормальные люди. Люди с паспортами, прописками, которые очень боятся, когда у них даже фотка в паспорте просрочится. Этим людям меня не понять. Я же нахожусь здесь на острове совершенно один. Вон кувшинки растут, вот озеро, тишина. Немножко плохо ловит вай-фай. Иногда кусают комары. Но я не хочу к тем людям. со мной произошло событие одно, которое я описал в моем романе «Есть ли жизнь в Майами», я его вам еще как-нибудь расскажу, которое меня изменило и сделано любителем вот таких мест, а не вот таких, куда сейчас все стремятся. ласточки. ласточки. Они меня приветствуют, они не боятся, они кружат над моей головой, понимаете? и не требуют, чтобы я маску одел. вот такие делишки, дилежансы, мои юные, поганели. К сожалению, я в полевых условиях снимаю одной камерой, ни зума, ничего у меня нету. Но если вам видно, у этих кувшинок плоды такие, типа вот шаурхед, такой, головки для душа, короче говоря. Это все напоминает инопланетян, какие-то локаторы, которые направлены и улавливают сигналы и ждут, когда придут силы и они поднимутся, захватят планету и избавятся от бестолковых людей с их бестолковыми паспортами, документами и сертификатами. Ну, судья мне этот новый говорит, все, в следующий раз, 9 августа, когда ты придешь, что бы ни случилось, если только что-то очень страшное такое произойдет на земле, я тебя приговорю, короче говоря. Вот. И я начал готовиться. С одной стороны, смотреть новости миграционные каждый день, потому что они каждый день меняются. При Байдене каждый день что-то происходит. Такого эффективного президента, я думаю, со времен Рузвельта не было. Я серьезно. Абсолютно. Вы историю рассудите. Ну, так вот. С одной стороны, стал готовиться к бомжеванию, изучать карты грузовых поездов, выхода на Канаду, потому что в Узбекистан я поеду только летушкой или в коробке или под 50 стволами вокруг меня. Бомжевание в США это в чем-то более простая вещь, в чем-то более сложная вещь, в отличие от реалии СССР, скажу. Но если сравнить с Канадой, которая здесь вот на другом берегу этого озера, то там те же удобства в Канаде, только менты не такие охуевшие. Вот, видите? Радость бомжевания. Переночевать где-то в США, когда ты много лет прожил, есть опыт, где-то переночевать, что-то пожрать, не воруя, переехать из города в город на товарнике достаточно просто. Другой вопрос. что в моем возрасте это, конечно, уже не Хемингуэй. Понимаете, о чем я? Стиралку, блин, сушилку не забрали. Тут, может быть, что-то подгнило озеро, это близко и рассыпается. Ух ты, туалет на первом этаже, на втором. Ванночка. Забыли даже эту лампочку забрать. Прикол. Спаленка. А в моей комнатке в маленькой спаленке среди игрушек духов и помад есть фотография юного странника. Смотрит заебанный ласковый взгляд. Фотография 9х12 с наивной подписью на па... Тут и случилось как раз что-то очень плохое. Но не для мира и меня, а для судьи. Вернее, для прокурор же, представительницы этой самой организации, Айс, которую придумал Трамп. Байден назначил кубинского мигранта возглавлять Айса. До этого только белые фашистовующие дядюшки были. Вот. И этот мигрант ввел срочную инструкцию для всех офицеров не хватать людей, которые не представляют опасности прямой гражданам США. Я руку на сердце положа, вам скажу, опасности для граждан США я не представляю. Я не член какой-то банды, я не торговец наркотиками, не убийца, не насильник. Вот. Но поправка. Дело нельзя закрыть, если оно давнишнее. Если новое, просто не будут открывать. А у меня давнишнее. Ну, это, конечно, я быстренько запомнил, отправил, отнес ручками Вайс, отправил копию судья под подпись в аккурате. Вот. А вторая новость произошла не менее хреновая для них же. Ну, Байден, он не Трамп, он не может так кидать указы направо-налево, хотя большинство сейчас и в Конгрессе, и в Сенате демократы, ему, конечно, достаточно легко будет до 22-го года протаскивать. Но некоторые вещи он протаскивает также через Верховный суд, несмотря на то, что при Трампе Верховный суд стал во многом республиканский. Я вам скажу так, я ничего против республиканцев не имею. Я имею против голбоебов, типа Трампа, который очень, один из самых неэффективнейших президентов был в истории США, на мой взгляд. И, скорее всего, он был, представлял угрозу на самом деле. А вот лягушка прыгает. Вот. Лягушка, не бойся. Жарковато, но как же классно, когда ты один. Понимаете? Я понимаю богатых людей, супер богатых, типа этого Бесоса, которые на миллионах, на труде миллионов заработали себе путевку в космос и при этом рассуждают, что от половины из них надо избавиться, как от лишних едоков, которые место занимают на планете. Я частично его понимаю, потому что тоже люблю одиночество. Вот такое на природе. А так, куда не пойдешь, везде люди, люди. так вот, тапочек сейчас потеряю. Откровение. Меня сын вырос, пока я ждал решения этих судов. Сын вырос, с меня ростом. Окончил восьмилетку уже, вот пойдет теперь, как здесь называется, в хайскул, высшую школу. Я понял, что жизнь это то, что происходит, пока мы ждем решения суда. То есть, в моем случае, в вашем случае, вы тоже что-то ждете, вы все чего-то ждете, чего вы ждете? Летай и ползай, конец известен, как говорится. Коля Остенбакен и Инга Зайонс. Вон еще зайчишка маленький. Зайчишка, зайчишка, не бойся, не бойся, зайчишка. Я тебя чуть-чуть сниму. Маленько, маленько, снимать будем, да? Побежал. Живите, живите в момент. Вот. Сейчас отложили у меня суд, потому что я, говорю, вот это подал, вайс, штуку, что я не опасный. Вот так приблизительно древние ихтиозавры и выглядели. И выиграли в Верховном суде два мекса процесс. Когда Трамп всех хватал, в 16-м году, я тоже попал под этот замес, очень много кто попал под этот замес, нас ловили, везли в тюрьму и через какое-то время в тюрьме вручали повестку в суд. Вот, ну, понятно, что эта повестка была чисто, как сказать, формальностью, потому что ты и так в тюрьме, конечно, тебя потащат под конвоем в суд. Вот. Но до повестки, когда только брали, в первый день заставляли подписать извещение, что ты попал под депортацию, короче. Вот. И так как в Америке законодательство не как, вот в Советском Союзе, там, например, выучил 50 законов уголовного кодекса и 150 законов процессуального, все, ты готов, юрист, адвокат, можешь прокурором работать, можешь адвокатом. Здесь не так, здесь право, оно прецедентное. То есть, когда какой-то суд крупный принял какого-то высокого, важного дела, решения, это становится тоже дополнением к закону. и нужно все время за этим следить. За этим следить очень легко, не нужно для этого адвоката, нужно подписаться на все каналы на ютубе иммиграционные, и они, ютуб это как наркотик, люди постоянно хотят штамповать следующее видео, так же, как и я. И они штампуют мне новости бесплатно, абсолютно. Прям в почту, пок, все падает. Вот, так вот, выиграли Мексы, суд, и суд постановил, что нельзя подавать сначала бумажку о том, что тебя депортируют, а через какое-то время повестку на суд. Повестка в первой бумажке должно стоять место суда и дата. Если этого нету, она не действительно, и дело разваливается. то есть, мое дело технически было неправильно заведено на меня, и оно не имеет никакой юридической ценности. Понятно, что при желании меня сразу же в зале суда могут арестовать и начать новое дело, но пока это не произошло, я сослался на этот прецедент, значит, и теперь у меня суд в ноябре, мои дорогие, о чем-то я то бишь говорю, о том, что живите сейчас, до ноября, бог еще знает, что будет, затопит все к чертовой матери, война с Китаем начнется, авианосец Арсений Яценюк войдет в Севастопольскую бухту, кто знает, никто не знает, радуйтесь, живите, наслаждайтесь, вы посмотрите, лето, ничего вокруг не горит, дождь не заливает, ментов нету, суд хер знает когда, дети, жена кайфует в этом, в парке развлечений, ради бога, пусть наслаждаются, я кайфую здесь, жду, когда они выйдут, отвезти их домой, записываю влог, понимаете, если судьба вам подсунула лимон, постарайтесь сделать из него лимонад, но мне судьба подсунула персик, и я из него делаю, сами знаете, что, персиковый самогон. Ты гуляй, кайфуй, моя душа, отчего ж ты, ночка, хороша. harbor лимонад, блок baby, княфуй, К наклеить его с длиной, лимонад, лимонадet, кроме années лимонадекунаo, terr 영상을 влажнане, есть циканOM research, ключ ole неломасте. Темный лес кругом стоит стеной Ты не плачь, не плачь, моя душа Не найти дороги нам с тобой Да чего ж ты, ночка, хороша Ой, не найти дороги нам с тобой Да чего ж ты, ночка, хороша Оглянись, живое все кругом Посвернулась аулиточкой Не ходила бы ты, милая Вдоль забора за калиточку Ой, не ходила бы ты, милая Вдоль забора за калиточку Вдоль забора за калиточку Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...